Стюардессы 60-х должны были быть сексуальными и одинокими. В 60-х годах работа стюардессы в США была похожа на обслуживание джентльменского клуба на большой высоте и подразумевала обязательные сексуальные наряды и легкую степень дискриминации по половому признаку. Прежде чем должность стюардессы стала восприниматься как серьезная профессия, девушки, расхаживающие между рядами кресел в 1960-х, 70-х, рассматривались исключительно как разносчицы коктейлей. В то время, когда авиакомпании изо всех сил старались заполнить самолет и удержаться на плаву одним из самых эффективных маркетинговых инструментов, стала идея нарядить бортпроводниц короткие сексуальные платья. Чтобы стать стюардессой, девушка должна была обладать строго определенными качествами. Во-первых, претендовать на подобную позицию могла только одинокая выпускница средней школы или университета, а о мужчинах-бортпроводниках никто в то время и слыхом не слыхивал. Помимо этого, девушки должны были быть ростом от 150 до 179 сантиметров, весить строго в диапазоне от 47 до 61 килограмма и обладать обворожительной улыбкой. Девушки должны были быть оприятными, приветливыми и согласными носить короткие платья и туфли на каблуках все рабочее время. Те, кто проходил отбор и попадал на обучение, также отправляли на тренинги в салоны красоты, чтобы они могли научиться делать прически и наносить макияж. В рекламных буклетах, например, рассказывается о повседневной жизни бортпроводницы. Речь идет о том, что это довольно безобидная профессия, предполагающая раздачу еды пассажирам и наслаждение ежедневными путешествиями в такие города, как Нью-Йорк, Мехико и Чикаго. Пассажирские прилеты в те годы не были похожи на современные. Блюда подавались на настоящих столах со скатертями и фарфором. Людям было разрешено передвигаться по салону, да, и алкогольные напитки лились рекой. Тогда пассажирами в основном были молодые бизнесмены и рекламные компании были направлены на то, чтобы привлечь их на борт. Во многом, именно из-за этого авиакомпании целенаправленно эксплуатировали мужские фантазии о сексуальных стюардессах. С 60-х до середины 70-х рекламные буклеты, например, выпущенные компанией Pacific Southwest Airlines, содержали явный, неприкрытый сексуальный подтекст. На обложках изображались группы откровенно одетых стюардесс, сопровождающиеся надписью PSA Gives You A Lift. PSA приподнимет вам настроение или PSA вас подбросит. В определенный момент итальянский дизайнер Эмилио Пуччи даже разработал специальную униформу, которая могла легким движением руки преображаться, становясь все откровеннее. Девушки начинали полет в пальто и гермошлемах, а ко времени захода на посадку оставались чем-то средним между длинным психоделическим нижним бельем и шелковыми шароварами. Одна из самых противоречивых рекламных кампаний была проведена авиаперевозчиком Fly National и стала впоследствии причиной протестов американской национальной организации женщин. Реклама изображала миловидную стюардессу по имени Черилл и содержала лозунг «Fly Me! Унеси меня!». Члены национальной организации женщин устроили акцию протеста, требуя, чтобы Fly National использовала рекламные кампании помимо образа женщины и образ мужчины. Однако сама Черилл Фиараванти тогда не согласилась с протестующими, став прекрасной иллюстрацией того, что среди стюардесс есть женщины самых разных настроений. После протестов Черилл выступила публично и рассказала о своих взглядах на деятельность движения за права женщин. «Я напугана и не согласна с идеями движения за равноправие женщин. Я не считаю, что работу по дому нужно делить с супругом, поскольку меня вполне устраивает такой порядок вещей, при котором я занята делами на кухне, а муж оплачивает счета». Точка зрения Черилл была гораздо более широко распространена, чем вы можете себе представить. Будучи стюардессой в 60-х, Сонни Морроу Симс рассказала, что она устроилась на эту работу, поскольку хотела путешествовать, а не становиться вместо этого учительницей, медсестрой или чьей-то секретаршей. Многие из женщин, ставших стюардессами, не хотели для себя среднестатистической жизни, ход которой можно было предсказать на годы вперед, и рекрутинговые агентства авиакомпаний прекрасно знали об этом. В карьерных буклетах того времени можно было часто встретить слоганы вроде «Свадьба – это хорошо!», но не должна ли ты сначала посмотреть мир? Но все же, профессия бортпроводницы в то время была не такой привлекательной, как вам могло бы показаться на первый взгляд. Многим девушкам приходилось испытать нежелательный опыт в результате огромного количества предлагаемого алкоголя, преобладания мужчин среди пассажиров и вездесущей рекламы авиакомпаний с сексуальным подтекстом. Все это вкупе с оставшим классическими мужскими фантазиями закладывало в голову некоторых клиентов идею о том, что во время полета их обязательно ждет некое приключение. Паула Кейн в своей статье от 1974 года говорит «Если девушка летает уже какое-то время, вполне вероятно, что она очень надеется на то, что пассажиры-мужчины не будут с ней заигрывать, напиваться и устраивать сцены». Несмотря на это, использование сексуальности в маркетинговых целях все еще было одной из главных составляющих этой профессии. Вышедшая в 1967 году книга «Кофе, tea or me? Кофе, чай или меня?», написанная в виде мемуаров вымышленных стюардесс и ставшая бестселлером, только способствовал дальнейшей популяризации среди мужчин фантазий об интрижках со стюардессами, а также иллюзий доступности секса с бортпроводницей в качестве еще одной из оказываемых на борту услуг. Несмотря на потенциальные культурные последствия, форма стюардесс 60-х была крутой. Вне всякого сомнения ее дизайн, к сожалению, сделал многих женщин объектом сексуальных домогательств и способствовал эксплуатации женской сексуальности. Но многие из девушек смогли себя почувствовать более уверенно, получив работу своей мечты и гордо шагая через терминалы к самолетам. Однако, в конце концов, сокращение бюджетов авиаперевозок и ужесточение правил безопасности полетов сыграли свою роль. Повышение доступности авиапутешествий положило конец эре разносчиц коктейлей в коротких юбках и ажурных чулках. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и расскажите об этом видео своим друзьям. Скоро услышимся. Спасибо.